Как отпустить прошлое и привлечь достойного мужчину? Какую ошибку делают женщины, которые ударяются в карьеру? Почему не хотеть отношений? Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны очень плохо. Почему многие женщины не хотят новых отношений и предпочитают либо оставаться одной, либо же возвращаться к бывшему? Через какое время стоит заводить новые отношения? И есть ли риск повторить в новых отношениях старые ошибки? Об этом и многом другом вы узнаете в этом видео. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно смотрите это видео до конца. Прошлое это то, что большинство девушек и женщин недооценивают, просто игнорируют. Когда у человека нет смысла в настоящем, когда человек не видит смысла в будущем, когда вот нет перед ним представления о светлом, ярком будущем, тогда человек что делает? Он вынужден развернуться и смотреть в прошлое. И в этом прошлом вычленять оттуда позитивные моменты, что-то хорошее, и задаваться сотнями либо тысячами мыслей, а не вернуться ли мне в прошлое. А может быть, если я вернусь в прошлое или прошлое снова впущу в свою жизнь, возможно, теперь будет все по-другому. Знаете, я не видел еще, не припоминаю случаев, когда женщина действительно увлечена своей жизнью, она действительно увлечена своим развитием. У нее все круто, все классно, и у нее появилась такая большая мотивация вернуться в прошлое. Да, я знаю другие случаи, когда у женщины она расстается с прошлым, ее жизнь все лучше улучшается, и на это слетаются бывшие, которые хотят стать сопричастными, которые хотят получить вот эту ее классную, живую энергию. Поэтому, если вы себя ловите на мысли, что вам хочется вернуться в прошлое, что вы хотите вернуть бывшего, или же вы ловите себя на мысли, что его песни, его просьбы, его мольбы, его старания бывшего, чтобы возобновить ваши отношения. Конечно, вначале вы так отметкиваетесь, сначала вы говорите, нет, 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 вы делаете такое строгое лицо, но чем больше он старается. И если вы чувствуете, что это как-то действует на вас, и что это вызывает в вас какое-то чувство жалости, какого-то чувства сожаления, или, может быть, даже чувства вины, а может быть, зря мы с ним расстались. Знаете тогда, это знак, что в вашем настоящем ничего хорошего и интересного не происходит. И здесь есть несколько способов, как же отпустить прошлое. Есть чисто сила воли. Это когда вы просто принимаете решение. Я не возвращаюсь в прошлое, да? То есть вы завершаете отношения с бывшим мужчиной, завершаете в смысле благодарите его, просите прощения за что-то плохое. Если у вас, конечно же, нет общих детей, тогда вам нужно поставить точку. Точка, это значит, возможно, даже заблокировать нужно человека. Это значит, что не нужно дружить с ним, пытаться дружить, или пытаться там поздравлять его с днем рождением, с юбилеями и так далее. Потому что в большинстве случаев это возвращает вас в прошлое. Конечно же, если есть общие дети, тогда нельзя ставить точку, нельзя обрезать это. Важно, чтобы отец поддерживал отношения с ребенком. И для этого должен быть какой-то формат, в котором ребенок и отец могут нормально взаимодействовать. То есть первый прием — это сила и воли. Второе — это когда вы разбираетесь, какое на самом деле чувство мною движет, что я смотрю в прошлое. Какое на самом деле чувство? Это может быть одиночество, это может быть бессмысленной жизни, это может быть неуверенность в себе, это может быть низкая самооценка, что я никому не нужна и более достойного мужчину я не встречу. Это может быть чувство зависимости, созависимости, когда вы зависимы от того человека. Тогда здесь тактика, стратегия — это проработать эти чувства психологически, трансформировать их. И когда вместо негативных чувств, которые вас держат в зависимости от этого мужчины, вместо этих чувств появляется какая-то легкость, спокойствие, ровные, спокойные чувства, и тогда вас ничего не держит возле этого человека, вас ничего с ним не соединяет психологически. Для того, чтобы это проработать, к сожалению, это невозможно сделать силой мысли, либо с помощью книжки, либо же с помощью медитации. Так это не работает. Это работает, это возможно сделать с помощью каких-то хороших тренингов, либо же специалистов. Что не работает? Есть девушки, которые думают, ну, какую ошибку они делают? Они ударяются в карьеру. То есть она думает, да, мне там плохо, и я, чтобы не чувствовать боли, чтобы избежать негативных чувств зависимости, либо чувства боли, либо чувства одиночества, я отвлекусь от этого и чем-то займусь. Например, займусь спортом, либо, что чаще займусь, ударюсь в карьеру. И часто она ударяется в эту карьеру на какое-то длительное время, и только потом проходит какое-то количество лет, она обнаруживает, что да, у нее там в карьере, наверное, что-то получается, но это никак не повлияло на то, чтобы что-то происходило хорошее с мужчинами. Да, она отвлеклась от негативных чувств, но то есть она пытается заместить чувства, и я не советую этого делать. Это не значит, что плохо заниматься спортом, это не значит, что плохо быть увлеченной каким-то делом или карьерой, если тебе нравится. Важно быть честной. Что мною движет, когда я ударяюсь в карьеру? И важно не игнорировать негативные чувства, которые, ну, или чувства зависимости, которые есть с мужчиной, а важно это проработать. И тогда вы более осознанно будете выбирать, что вам делать дальше. Вы будете, например, строить ту же карьеру, но не в смысле, чтобы кому-то что-то доказать, отомстить или отвлечься, а будете делать это с более здоровыми чувствами. Следующий момент, это что делают девушки, она думает, что так, у меня этот был плохой мужчина, я сейчас заменю его на хорошего мужчину. И то есть она всеми силами пытается найти новые отношения. Она всеми силами, опять же, пытается заместить плохие отношения на хорошие. И часто она задает такой вопрос, а сколько должно пройти времени, если я завершила отношения, если я вышла из каких-то отношений? Время не имеет значения. И понимаете, часто что происходит? Девушка сделала выводы о мужчине. То есть она сделала вывод, что он был недостойный, он был плохой. Но о себе она никаких выводов не сделала. И я не намекаю на то, что она должна сделать вывод, что она недостойная и плохая. Она должна сделать вывод о том, что происходило, почему она выбрала этого мужчину, почему этот мужчина выбрал ее, какие чувства с этим мужчиной в разрезе 360 градусов, сделать выводы о себе как о женщине. Тогда есть возможность себя проработать и не повторять тех ошибок, не повторять тех сценарий, не переносить их в другие отношения. Поэтому, прежде чем переходить к новым отношениям, разберитесь со своими чувствами и не делайте так, чтобы мужчина, ваш новый мужчина выступал в роли спасителя, либо же утешителя. Потому что это не про счастье, не про ваше счастье и не про его счастье. Может быть это выгодно, может быть это удобно, но это не про долгосрочное счастье. Следующий вывод, который может сделать женщина, это, а нафиг мне эти отношения? Вообще отношения это боль, отношения это тяжело и вообще мне нафиг не нужен мужчина. И обычно такие девушки, они знаете, очень гордятся, что, а я одна и мне хорошо, а одной будет лучше, а зачем эти отношения? И услышьте меня, то, что тебе хорошо одной, это супер, это супер, и это прекрасная часть. Но есть вторая часть, то, что кроме того, что тебе хорошо, ей хорошо одной, при этом у нее есть некое презрение и некие негативные чувства по поводу отношений и мужчин. А это уже не хорошо, это точно не полезно для этой женщины, для ее жизни. И поэтому, кроме того, что тебе хорошо одной, еще бы тоже проработать вот эти негативные чувства, разочарования может быть есть, которые по отношению к мужчинам и отношениям. И когда вы это проработаете, это не значит, что вам будет плохо одной, и теперь вам нужно будет срочно искать мужчину, потому что вам стало плохо одной. Нет, вам будет и одной хорошо, и при этом и с мужчинами хорошо. И в принципе это так и должно быть в идеале, к этому и мы должны стремиться, к тому, когда нам хорошо одно, одному или одной, и хорошо вместе, потому что когда вам хорошо одной, а с мужчинами плохо, это называется контрзависимость, это называется избегание отношений, потому что по поводу отношений есть негативные чувства. Следующее, что делают женщины, это отношения это плохо, поэтому что я буду? Я буду любовницей, да? Зачем быть в отношениях? Это какая-то стирка, уборка, ну в ее представлении, это какая-то тяжесть. А можно кайфовать? Можно быть, вот же мужчины относятся к любовницам так хорошо, там же нет быта, и она выбирает быть любовницей. Она тоже такая, нет, отношения мне не нужны, замуж не хочу, я либо сейчас хочу покайфовать, либо вообще в целом я убираю путь, так сказать, наслаждения. И, знаете, единичный процент любовниц, они в итоге не хотят замуж или не хотят отношений. Большинство любовниц все равно, она потом со временем влюбляется там в мужчину, привыкает к нему и начинает его прожимать на отношения. Я считаю, что это тоже такая избегающая стратегия, принятое решение, что вот я лучше буду любовницей или лучше буду кайфовать. И еще раз, я не призываю вас к тому, что вы должны хотеть и жаждать отношений, или вам без отношений должно быть плохо. Нет, вам в идеале должно быть хорошо и одной, и с мужчиной, и одной, и в отношениях, и одной, и в семье. И если тебе хорошо с мужчиной, это не значит, что тебе срочно нужно бежать и заводить мужчину. Важно понимать, дорогие, смотрите, если в прошлом, если у вас есть негативные чувства по поводу бывшего, по поводу, может быть, бывшего брака или бывшей там семьи, негативные чувства, которые связаны с родителями, с мамой, по отношению к маме, негативные чувства по отношению к отцу, поймите, пожалуйста, что рано или поздно они будут всплывать. В стрессовых, конфликтных ситуациях, которые точно будут у вас с мужчинами, они будут всплывать. И вы имеете право на эти чувства негативные, но вы поймите, пожалуйста, что это не будет позитивно влиять на ваши отношения. Это будет влиять скорее негативно. И часто такое происходит, что мы этого не осознаем. Что я вижу часто, что женщина предъявляет претензии к мужчине, или она хочет менять мужчину, но на самом деле она не мужчину хочет изменить, она папу хочет изменить. Пытаясь изменить мужчину своего мужа, она хочет изменить свою папу на самом-то деле. И если бы у нее были лучше гармоничные отношения с биологическим отцом, у нее было бы другое отношение и реакция по отношению к мужчине. И поэтому я вас призываю к тому, чтобы вы разделяли, как минимум разделяли, что происходит у вас в отношениях, разделяли, а что свои комплексы. То же самое мужчина часто может свои комплексы грузить на вас. И важно это разделять. А может быть и не грузить на вас никакие комплексы, или свои собственные какие-то проекции. в инстаграм разборах, я часто такое видел, там женщина приходит на разбор и говорит, вот мужчина мной манипулирует. Я задаю дополнительные вопросы и выясняется, что он, а он не манипулирует. Это ей так кажется. Это у нее какие-то страхи. Пример простой. Женщина знает, что если мужчина быстро не отвечает на сообщения, значит, либо он женат, либо манипулирует. А что, если нет? А что, если он действительно занят? Такое же может быть. И для этого нам нужна осознанность, чтобы мы видели ситуацию трезво. Чтобы мы трезво понимали себя, где мои чувства, где его чувства, что у нас происходит в отношениях. А вот я сейчас злюсь. Я злюсь, потому что он меня вывел. Или я злюсь, потому что я в принципе, блин, с этим чувством злости живу еще там с пяти лет. Понимаете? Поэтому я вас призываю разделять и работать над этим отдельно. И понимать, что если есть боль в прошлом, если есть проблемы с прошлого, роль мужчины – это не избавлять вас от боли прошлого. Да, роль мужчины – вас любить и к вам хорошо относиться. Но поверьте, хорошее отношение и любовь – это не лекарство от бед прошлого. Поэтому я приглашаю вас на бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению», где на протяжении нескольких фичеров очень подробно мы разбираем такие темы, как перезагрузить непонятные отношения, в том числе с родителями. Это то, что влияет на наши нынешние отношения и вообще отношения с деньгами, на работе, с противоположным полом. Как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор? Как создавать по-настоящему счастливые отношения, где 1 плюс 1 равно 11? Прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и записывайтесь на бесплатный онлайн-курс. Если это видео было полезно прямо сейчас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok